Добрый день! С вами Наталья и сегодня дорогие зрители и подписчики нашего канала я хочу вам показать как Рео покрывальчатая можно еще размножить. В одном из видео я показывала как можно его размножать членкованием. Сегодня я покажу как я размножала это прекрасное растение неприхотливое делением куста. Вот это прошли сутки и эти два растения, которые я вчера отделила одно от другого. Вот так выглядело это растение первоначально, до деления. Сразу трудно понять, есть ли отдельно корневая система у каждого из растений. И вот я вынула его полностью из земли, посмотрела и разделила на два совершенно разных растения, у которых очень хорошая корневая система. Вот одно и вот второе. и сейчас буду рассаживать совершенно две разные емкости. Я взяла баночку, положила в нее пенопласт, насыпала немножко земляной смеси, проделала внизу дырочки и еще дырочки по кругу немножко и посадила это растение. Теперь оно будет развиваться отдельно, у него будет больше места, а потом со временем оно пустит новые отводочки. Либо будет большой красивый кустик с множеством ответвлений, можно потом будет дальше его рассаживать. И по такому же принципу я посадила другое растение. Конечно же оно намного крупнее предыдущего, поэтому емкость у него намного больше. Вот так. Это замечательно неприхотливое растение. Как я уже говорила, можно размножать черенкованием, можно размножать делением куста и еще семенами. Семенами я не пробовала еще размножать, потому что мне не было необходимости, оно хорошо размножается и так. Поэтому я показала вам сейчас второй способ. Если вам понравилось это видео, заходите к нам на канал. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки и всего доброго. До новых встреч, дорогие друзья.